Приветствую вас, я бы хотел начать с того, что соглашусь со своей коллегой в том, что лишний вес, да, это никогда не является как таковой проблемой в себе. То есть отсутствие у вас по факту мотивации, значит, к тому, чтобы худеть и говорит о том, что не в весе дело, понимаете, не в весе дело. Вы сами сказали, что до двадцати лет, да, все было у вас хорошо. То есть только вот к двадцати годам, после двадцати лет, начались проблемы у вас. И это связано с давлением масс-медиа на вас. Ну или не на вас, а просто давлением масс-медиа. Давление масс-медиа это неуверенность в себе, это интровекция и социально ориентированная компонента. То есть, например, я не уверен в себе, ну допустим, я не уверен в себе, я не знаю, к чему я стремлюсь, я не знаю, чего я хочу, какие у меня цели. Вот. У меня нет своей четкой системы ценностей. И я не воспринимаю то, что у меня есть, как средство. Что-то это вот такие, знаете, немножко искаженные, если можно так выразиться, представления. Опять же, правильно вам сказала моя коллега, когда заметила, что это называется подмена понятия. Ну, называется немножко по-другому, но тем не менее. Называется это психосоматика, на мой взгляд. То есть, лишний вес вам, ну скажем так, дан, если можно так выразиться, да. Лишний вес вам дан для того, как это не парадоксально. Для того, чтобы вы защищались, чтобы вы защищались от реального мира. Так вот это, по крайней мере, выглядит для меня. То есть, реальный мир для вас угроза. Реальный мир для вас что-то страшное. Реальный мир вам угрожает. Да? Ну, чем-то. Вот. И вы, соответственно, защищаетесь от него лишним весом. А, я, если честно, думаю, что именно защита, защита, как бы ну, как бы ну, как таковая, да, защита. Вот. А, она, ну, вот именно защита, связана не с весом, на самом деле, да. А, защита связана, ну, немножко с другим. То есть, защита, она связана с тем, что вы изначально были в себе в чем-то не уверены. Вот. Или лишний вес, лишний вес, а помогает вам это компенсировать. Вот. Начала поправляться в взрослом возрасте, были выявлены проблемы с щитовидной железой, пробовал ее лечить, но не помогло. Ну, пробовали лечить, как я уже, как вам сказали, да, пробовать лечить и вылечить, это не то же самое. А вот, причина, по которой вы начали поправляться в подростковом возрасте, это уже более интересный момент. Да, то есть, почему вы начали поправляться, что послужило для этого основной причиной, да, ну, основной причиной, не важно. Ну, вот, это, конечно, надо бы разбирать, да, то есть, там, возможно, какие-то события происходили. Так, я не могу сказать, что я ведрами, больше чем обычный, действительно, средний статистический человек, нормального телосложения. Ну, понимаете, как бы тип, вот именно тип человека, да, физиологически, его никто не отменял. А, вот, никто не отменял. Может быть, у вас такая физиология, может быть, что-то ещё. Но очевидно, очевидно, что проблема, она не, ещё раз повторяю, не в весе. Вот. А, может, вы пишите-впишите, что, ну, здесь питание моё позволяет только удерживать вес на одном месте. Ранее я позволял себе еще сладкого и сладкого, тогда мой вес достигал 95 кг. Сейчас уже несколько лет 76. Ну, как бы, дело здесь, опять же, да, не в весе, а именно, вот, в том, соответственно, какой образ жизни у вас, какое психологическое состояние. А, дальше, значит, так. У меня очень низкая самооценка. Вес здесь не в первичном. Меня не вытянет серьёзный, а смеются там наслаждать. Опять же, это потребность, скорее, во внимании, да, то есть, вот, у вас в детстве, в детстве, возможно, в детстве, были некоторые проблемы с, ну, например, со значимостью, да, то есть, вы не чувствовали себя значимым, значимым. Вот. И из-за того, что вы себя значимым не чувствовали, вот, ну, вот, ну, не чувствовали себя значимым, ну, было такое. Из-за этого вполне возможно и проблемы из-за этого. Вот. Отсюда и загнутость, да, то есть, стеснение, неуверенность в себе. Вот. Отсюда и, соответственно, страх, да, ну, перенос на других людей. То, что вам хочется, хочется вам, чтобы вас обсуждали, хочется вам внимания к себе. Вот. А внимания не хватает, очевидно. Отсюда, соответственно, и такая-такая, вот, позиция. Ну, именно, вот, именно, именно, пока. Дальше. Идём. Так. Кажется, что я не достойный любви и секса, потому что моё тело далеко не, далеко от стандартов красоты. Значит, любовь и секс со мной не искренне, а просто потому что удобно. Лучше не подвернулась, красить, красивые тела недоступны. Вот, с каких пор, эээ, Кристина, а, почему-то, а, извините, я почему-то думал, что она зовут Кристина. Эээ, с каких пор, эээ, секс и любовь зависят от внешности. Вот, как бы, давайте пока вот на том уровне, на каком можно с вами сейчас взаимодействовать, да, давайте вот просто разберём вот этот аспект. Как связана между собой любовь, секс и внешний вид. Или вы действительно считаете, или вы действительно считаете, что любовь зависит от внешности. А если вы так не считаете, если вы так не считаете, то откуда это тогда пошло к вам? Так, эээ, дальше. Время с удовольствием жду измен от своего жениха. Выношу мозг ревностью. Ну вот смотрите, да, ревность это уже что-то куда более ближе по своему наполнению, да, что-то куда более ближе по своему, эээ, ну, по своему виду, по своему контрасту, эээ, чем внешний вид. Ближе, ближе имеется в виду, эээ, к проблемам вашим. Значит, ревность это эээ, страх одиночества, эээ, всегда. Ревность, ревность это страх одиночества, всегда. Ревность это неуверенность в себе, непринятие себя, ну, непринятие себя для вас, вряд ли, являлось чем-то новым. Ревность это отсутствие собственной значимости и негативный опыт измен. То есть, кто-то, у вас, вот, эээ, в семье отсутствовали доверительные отношения, а, сами отношения строились на созавис, ну, созависимые, скорее всего, основе. Вот. То есть, ну, что это такое, да, я надеюсь, эээ, понятно. Вот, когда люди зависимы друг от друга. И, и, эээ, через человека вы, как бы, реализуете свои собственные желания, свои собственные цели реализуете, свои собственные, эээ, какие-то потребности, да. Вот. Жертвуя, при этом, своей самобытностью и своим, ну, собственно говоря, путём, который есть у вас. Именно. Именно у вас. Вот тот путь, который есть у вас, вы им жертвуете, в данном случае. Понимаете, о чём я говорю, да? То есть, как бы, почему боитесь измен, эээ, ну, измены жениха, почему боитесь? Потому что, если она произойдёт, вы его лечитесь, ради чего жить? Это воскликнёт ваши мысли негативные о себе и ещё больше усилит. Это порождает миф о том, что всё зависит только от вас. То есть, как бы, эээ, гипер-такая, некая гипер-ответственность. Да? То есть, если, например, эээ, вот обязательно, да, если, эээ, ну, мужчина, да, вам изменил, то всё обязательно из-за вас, из-за вот вы там такая. Но ведь, простите, и красивым, эээ, с вашей точки зрения, эээ, девушкам, эээ, изменяют тоже. Ээээ, изменяют красивым девушкам, изменяешь. А почему изменяют? А потому что дело не в этом, дело не в ээээ, в тех вещах. Знаете, какая история? Но! Но! Страх измены говорит о том, что человек вам нужен для чего-то для себя. Вот для чего-то для себя человек вам нужен. Вопрос, конечно, заключается, да, для чего. Ну, я так думаю, всё же для собственной значимости. Я так думаю, что в этом всё дело. Я так думаю. Дальше. Эээ, с девушками меня вообще отношения складывают, они как будто не видят во мне соперницы, позволяют себе как-то указывать на мой недостаток. Или обсыдать, эээ, со мной жирух. Слушайте, эээ, вы вообще как отношения с людьми строите? То есть у вас, эээ, как бы девушки должны, по вашему мнению, видеть в вас соперницы и так далее. Или вы думаете, что для дружбы очень, эээ, полезно, эээ, чтобы, эээ, ну, эээ, чтобы вот, воспринимали как соперницу? Что-то я как-то вот, знаете, эээ, не понял немного этот момент. То есть вы вообще, вот, эээ, вы вообще как дружба-то, понимаете для себя? Это вообще, эээ, для вас, эээ, что? Дружба, 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 это что? Это как? Вот именно для вас. Понимаете? А то,эээ, какая-то очень, очень странная история, я бы сказал, происходит, что дружба, эээ, по вашему, по вашему мнению, должна, ээээ, значит, ну, эээ, по вашему мнению, да? Дружба должна обязательно подразумевать соперничество, это как-то вот на самом деле странно, как минимум, я бы сказал. Вот. То есть история здесь, ну вот, связана скорее с тем, как вы воспринимаете, значит, ну, соответственно, эту самую дружбу. И можете ли вы, ну, в принципе, дружить вообще? Вот. Потому что дружба это, ну, дружба это немножко, немножко другое, понимаете, скажем так. Да, то есть, дружба это всё-таки, когда у людей есть что-то общее, вот, когда у людей есть какое-то общее дело, да, которым они занимаются, вот, там, и так далее. Понимаете, какая ссора? То есть, мне кажется, что даже дружбу вы, понимаете, как-то вот не совсем верно. Понимаете? Вот. И я думаю, что здесь вот всё же, ну, нужно всё же здесь вам тоже подкорректировать. Есть ли у вас реальные основания для того, чтобы, ну, иметь возможность дружить именно, да, иметь возможность именно устраивать дружеские отношения с девушками? Кстати, почему именно с девушками, может быть, и с мужчинами тоже, то есть, не совсем вот здесь понятно, да. Но в любом случае, в любом случае, ваше представление о дружбе является несколько, ну, скажем так, несколько ошибочным, к сожалению. Вот. Далее, то, что обсуждают с вами, значит, наши недостатки и так далее, то это, как ни парадоксально, происходит только потому, что вы сами себя так преподносят. То есть, то есть, если вы не обращаете внимания на такие вещи, вот, то с большей долей вероятности можно сказать, что и другие не обращают никакого внимания на это. Ну, наоборот, я никогда не ем в столовой, и у меня есть страх, что все подумают, ну, куда ей умирать такую дверь, ну, подумают, хорошо, и что? Вот, копните глубже. Дальше-то что? Что за этим стоит? Понимаете? Надо отметить, что мне сейчас 27 лет, поправляться я настал 17, ничего себе подростковый возраст. Ну, такие загоны появились не сразу, до 20 лет я даже в лишнем виде чувствовал себя уверенным, когда жизнь была проще, а потом даже не знаю, что произошло, может быть, влияние общества, масс-медиа стали усилен навязывать худобу. Ну, опять же, понимаете, это просто вскрыло ваши проблемы, которые у вас, вот, были изначально, да, то есть, связанные с неуверенностью в себе. Вот, конечно, крупнее ровесницы, в моей фигуре есть плюс-м, так, лицо, бывают дни, когда я ощущаю себя привлекательнее, а что это за дни, за дни такие, то есть, вот, ну, с чем они связаны эти дни? Лишний вес не дает мне вести полноценную личность, нет, нет, не лишний вес. Как правильно вам сказала коллега Светлана, дело не в лишнем весе, дело в вашем отношении к себе и к другим людям, понимаете? Вот, вы ничего не говорите, что вот было легче, проще, да, а друзья, где друзья тогда, понимаете? Ну, вот, плюс, помимо проблем общения, я и в сексе очень зажимаю, какой-то стараюсь делать личность, очень скрепощенная в постели, но очень часто парят о том, как выглядит, и, да, в общем, не влечая голову в секс, мне это очень мешает. Знаете, момент здесь такой, момент здесь такой, вы подвлекаете сомнению выбор своего мужчины? Ведь он же вас выбрал, как бы, ну, он решил, эм, на вас жениться. Вы подвергаетесь сомнению выбор? Или вы боитесь садиться одна? Для чего вы тогда выходите замуж? Как принять себя такой, или где черпать мотивацию меняться? Ну, я думаю, что мотивация меняться, настолько, насколько вам вообще нужно меняться, придёт, как бы, со временем. Да, то есть, вначале, я думаю, что нужно принять себя, для этого нужно увидеть те более глубокие причины, проблемы, которые кроются за личный вес. То есть, лишний вес – это, по сути, защита, вот. Лишний вес – это защита, и вам он для чего-то нужен. Ну, вот, значит, ну, прям, по мотивации, да, да, тут даже говорить нечего, вот. Ага, значит, как бы, вот, опять же, да, у вас на свадьбу выглядеть на все 100%. Вот это, эм, субъективная, оценочная позиция, что вы должны выглядеть на все 100. Кто сказал, что вы не выглядите на все 100? Кто сказал, что вы выглядеть должны как-то, как-то по-другому? Кто сказал, что невеста должна быть обязательно худой и так далее и так далее? Кто сказал, что крупная женщина выглядит хуже, чем, чем, чем худа? Да худые они, если совсем худые, то они же страшные тоже. Понимаете? У каждого человека свое тело, свое комплектное, вопрос в том, вам комфортно или нет. Если вам в своем весе комфортно, комфортно, то все, это нормально, проблема невеста. Проблема именно с тем, что вы без критики, без фильтра проглотили то, что вам поступает. То есть у вас нет своей собственной ценности, еще раз, своей собственной системы ценностей. И вы неверны себе. Ну и, возможно, в семье у вас там тоже была некая такая история, да? Что мама, она себя не принимала. Ну, такой, какая она есть. Вот. Я не ненавижу свое тело, но четко оставляю, что оно могло было быть лучше. Лучше для кого? То есть кто это определяет? Одесса могла бы сидеть лучше, это избавило меня от комплексов. Нет. 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 От комплексов вас не избавило бы ничего. Понимаете? То есть это условно. Это условно. То есть, если у меня это, то комплексов нет. Если у меня нет этого, то комплексов нет. Ну, вы же сами понимаете, что это не по-настоящему. Это как, знаете, как матрица игрушечный мир. Комплексы – это восприятие себя. Вы воспринимаете себя сейчас через призму, соответственно, критики в свой адрес. То есть критикующий родитель постоянно вас зажимает. Вот надо определить источник критикующего родителя и найти с ним диалог. А также понять, чего вы хотите и простроить вашу личность. Я думаю так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok